Ну а если японцев в Якутске мороз могут довести до больницы, то итальянцев, наоборот, только раззадорят. В этом убедилась наш корреспондент Галина Кутугутова. Итальянский ультрамарафонец собирается бежать в минус 50 по Эмиконскому району. Экстремальный забег состоится в январе следующего года. Однако, чтобы подготовить организм, проверить экипировку и исследовать местность, Пауло Вентурине уже прилетел в Якутию. Сегодня состоялась первая тренировка. Его цель – установить мировой рекорд по бегу на длинные дистанции при экстремально низких температурах. Сегодня я пробежал более 10 километров, чтобы понять, как ведет себя моя экипировка. Какие сложности могут быть у меня во время бега до Эмикона. Вообще, я даже не знаю, сколько километров я буду бежать в следующем году. Но планирую как минимум пробежать дистанцию марафона и установить новый рекорд. Рекорд мира по ультрамарафону при высоких температурах также принадлежит итальянцу. В прошлом году Пауло пробежал 75 километров при температуре плюс 67 градусов по песчано-солончаковой пустыне на востоке Ирана. Я серьезно готовился к забегу максимально высокей температуры. Тогда за мной ехала большая сопровождающая бригада, среди которых был врач. Она следила за обезвоживанием моего организма. За этот забег я потерял 6 килограммов. Проводя параллели с бегом в экстремально жаркую погоду, Пауло делится, что в морозы бегать куда сложнее. В жару не нужна экипировка. Единственная сложная часть бега в жаркую погоду – это обезвоживание организма. В минус 50 он уверен, что ему будет сложнее, так как придется бежать не налегке, а полностью экипированным. Могут случиться проблемы с циркуляцией крови из-за холода и проблемы с дыханием. Также Пауло снимет фильм о Якутии. Для этого он приедет сюда еще раз этим летом, чтобы снять достаточно красивых кадров жаркого сезона самого холодного региона России. На вопрос, почему он выбрал Якутию, он сказал, что это самое доступное холодное место на планете, что он очень хотел увидеть, как здесь живут люди. Галина Кутугутова, Павел Пахомов, Якутск.